Девочка-пай В первые выходные этого лета столица Бурятии стала центром русской культуры. Второй республиканский фестиваль «Байкальский хоровод» собрал творческие коллективы разных направлений. В рамках этого мероприятия на сценических площадках нашего города прошли фестивали и конкурсы. Раздайся карагод, поет душа, играй гармонь звенечистушка, русский перепляс, как бывало в старину. Международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся карагод» стал одной из визитных карточек Бурятии, проводником старообрядческой культуры в современный мир. После многовековых гонений русские староверы рассеялись по всему миру. Поэтому сейчас старообрядческим общинам, сохраняющим свою традиционную культуру, необходимо строить свое возрождение на прочных знаниях древних традиций. Инициатором и организатором первого фестиваля «Раздайся карагод», проходившего в 2000 году, явился Республиканский центр народного творчества Министерства культуры Республики Бурятия. За 17 лет истории фестиваля в Бурятии побывали староверы из разных уголков планеты. В этом году приехали представители старообрядческих общин из Бурятии, ансамбль «Берегини» из села Красный Чеко из Байкальского края и ансамбль «Новоселки» из Румынии. Фестиваль проходит в рамках второго республиканского фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод». Мы были приглашены на этот прекрасный международный фестиваль, чтобы вместе с коллективами в Бурятии, ну и в других местностях повеселиться, продолжать свой фольклор и вместе-вместе разработать проекты на будущее. О каких проектах идет речь? Ну, проекты очень простые. Дружить, дружить и дружить. Иметь связи и всегда общаться, и разделять мнения, как у вас, как у нас. И особенно-особенно передать молодому поколению наши традиции, наши заботы о будущем. Наша организация была основана в 1990 году, и она представляет русский этнос на территории Румынии. Мы по конституции Румынии имеем своего представителя в парламенте Румынии, который защищает наши интересы и, могу сказать, даже имидж России. Ну, это в основном староверы, старобрядцы, которые поселились еще 300 лет тому назад на территории Румынии. И вот мы сохраняем язык, культуру, традиции, обычаи, обряды, духовность, исповедуемые древнеправославную старобрядческую веру. Наша цель направлена на сохранение языка, на продвижение русской культуры на территории Румынии. Мы прилетели 12 человек, а в коллективе участвует только 6. Сегодня мы исполнили два номера, это две наши песни «Русский хлебован Румынии». И думаем, что мы порадуем всех. 3 июня прошел конкурсный отбор фестиваля. Представительницы Забайкальского края, участницы ансамбля «Берегиня», приехали на «Раздайся Карагод» во второй раз. Впервые они побывали на фестивале в 2015 году. У нас это даже не ансамбль, а клуб по интересам «Берегиня». И у нас 17 человек участников клуба и 7 – артисты. Ну, мы будем исполнять две песни. Первая – семейская протяжная песня, как по «Быстрой реке» называется. И вторая – плясовая, хороводная плясовая песня. Хотелось бы победить, но мы не знаем, какой силы будут другие коллективы вообще. Надеемся. Все участники мероприятия были облачены в традиционные народные костюмы. Буйство красок и разнообразие голосов накрывало волной, пробуждало генетическую память. Ноги сами рвались в пляс, а временами так хотелось подхватить протяжную семейскую песню и окунуться с головой в богатую историю народа. Отборочный тур превратился в настоящий праздник. В конкурсе приняли участие около 30 фольклорных старообрядческих коллективов. Все они были отмечены памятными дипломами и подарками. На другой концертной площадке проходил танцевальный конкурс «Русский перепляс». Сценическая площадка городского дворца детского и юношеского творчества собрала разновозрастные танцевальные коллективы из районов Бурятии и города Улан-Удэ. В прошлом году мы проводили первый фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод». И вот в этом году решили провести его во второй раз. Но в рамках этого фестиваля решили расширить его и проводим первый республиканский конкурс народного танца «Русский перепляс». Сегодня приехало 17 коллективов. Я так думаю, что для первого раза это неплохо. Будем расширять его, будем что-то менять, что-то добавлять. И я так думаю, что он будет у нас традиционный. Народный танец тесно связан с историей русского народа, с традициями, верованиями и обычаями. Участники конкурса «Русский перепляс» показали всю многогранность танца и доказали, что являются хранителями традиций русского народа. Завтра будет вообще очень большой праздник. Насколько я знаю, тоже будет много гостей. И концерт большой. Поэтому мы очень рады, что мы в нем участвуем. Мы постараемся выложиться на полную катушку. Ну, как обычно. Раздолью! Ура! 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 По старинной русской традиции любое дело принято начинать с молитвы. Второй день фестиваля «Байкальский хоровод» начался с праздничного богослужения в храме этнографического музея. Службы в этом храме проводят крайне редко, поскольку он является исторической ценностью и расположен в музейном комплексе на Верхней Березовке. В воскресенье Святой Троицы все желающие смогли посетить службу, помолиться и поставить свечу в этом храме. Фестиваль – это не только большой праздник, это еще и площадка для повышения квалификации руководителей коллективов-участников. В рамках фестиваля в Доме танцких прошел круглый стол, на котором поднимались вопросы сохранения самобытности традиционного костюма, народного танца, народного пения и народных инструментов. В нем приняли участие члены жюри, руководители творческих коллективов и ученые-этнографы. Знаете, что я бы рекомендовала? В первую очередь, знаете, больше читать. Больше читать о семейской певческой культуре. Потому что если мы выносим на сцену старобряческую песню, то она должна выглядеть как старобряческая. Вы согласны? Потому что не все старобряческие песни выглядят как старобряческие. Некоторые, они выглядят как общерусские. Но, знаете, коллективы не виноваты, потому что сейчас очень много технических средств, записей и так далее. Поэтому вы слизываете, извините за такое выражение, с дисков, с кассет, с телеэкранов и так далее. Самое главное, на что я хочу обратить, это побольше читать и находиться в той среде, именно в той. Вот есть такой метод погружения. Те, которые занимаются исследованием, они понимают, что есть такой метод погружения. И именно погрузиться. Если бы я в Сибири не жила какое-то время, я бы никогда этого не смогла сделать. Потому что я знаю, по нашим ученым, по профессорам, они не могут справиться с семейской певческой традицией. Погружаться и больше слушать. Не зря нам Бог дал два уха и один ротик, правда? Поэтому чем больше мы будем слушать, тем лучше у нас будет получаться семейская певческая культура. Я вчера очень много выступлений увидела у ребят, у детей. Вчера выступали детские коллективы. Очень много положений, почему-то женских появляется в мужском танце. И не увидела, честно говоря, глубины исполнения движения. Вот конкретики в русском танце. Это движение, это дробные ходы и проходки. Это мало используется трюковой техники, как для мальчиков, так и для девочек. И самое главное, вот из большого опыта работы хочу сказать, что мы пытаемся действительно вот к этой новизне сегодня обратить свое внимание, потому что и требования жюри и так далее, чтобы это было красочно и красиво. Но при этом мы забываем, что мы должны нести традицию русской народной хореографии. А традиция – это фольклор. И обращаться к фольклорным композициям просто необходимо. Из опыта работы хочу сказать, что с фольклором дружу очень давно. Использую материал, использую манеру исполнения, очень много общаюсь со старожилами, имею такую возможность. И успех постановочной работы и освоение русской народной хореографии, конечно, зависит от того, насколько мы глубоко изучаем русский народный танец. Сейчас идет круглый стол по проблемам сохранения традиционной культуры, народной и традиционной культуры в основном. И это очень важный круглый стол, потому что сейчас сидят и студенты, и участники этого фестиваля. Они слушают специалистов, которые много лет уже занимаются изучением, сохранением этих традиций и передачей их. И вот поэтому сегодня выступала женщина из Москвы. Я из Новосибирского академгородка приехала. Сейчас только что был доклад по хореографии современной, традиционной. Поэтому я считаю, что это очень важный семинар. Я сегодня говорила о том, не нужно ничего лишнего на себя надевать, не нужно украшать песни. Они и так настолько глубокие, что их сегодня специалист из Москвы говорила. Мои студенты не могут освоить эту, а как говорили, эту манеру петь. Потому что, чтобы спеть традиционную песню, надо здесь пожить, коров подоить, сено накосить. Вот тогда ты будешь уже знать нашу культуру изнутри. А вечером, говорит, сесть и попеть. И то, что сейчас делает молодежь, это тоже очень важно. И то, что Министерство культуры Бурятии тоже на это обращает очень большое внимание. И Дом народного творчества на это обращает внимание. Это очень важно. Я хотела бы пожелать и фестивалю «Раздайся, Карагод», и тем людям, которые занимаются изучением и сохранением традиций, больших успехов. И чтобы у нас традиция не прервалась на нашем поколении. Я этого очень хочу, чтобы она перешла на следующее поколение. После богослужения круглого стола на центральной площадке этнографического музея состоялось открытие фестиваля. Красочный пролог с участием русских красавиц погрузил присутствующих в атмосферу народных сказок. Здравия всем, чистой народ! Пусть будет добрым хлебород! Пусть ярко солнце светит вам! Святая Троица приходит к нам! Добрый день! Сегодня мы с большим удовольствием рады приветствовать всех вас здесь, в Эндокромическом музее народов Завайкалия. Троица – один из наиболее любимых и светлых праздников русского народа. Троица – это на десятый праздник православного календаря, отмечаемый на 50-й день после Пасхи, на 10-й день Вознесения. И сегодня в день празднования Святой Троицы мы приветствуем всех на Втором Республиканском творческом фестивале русской культуры Байкальский хоровод! Байкальский хоровод – это увлекательнейшее мероприятие для всех жителей и гостей нашей столицы всех возрастов. Это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей на свежем воздухе, поучаствовать в масштабных мероприятиях и приобщиться, познакомиться с особенностями русской традиционной культуры. Главная цель фестиваля – не просто отдохнуть и повеселиться, но и провести время с пользой. Основными задачами фестиваля является всемирное содействие процессу сохранения пропаганды традиционной русской культуры. А также выявление молодых дарований, талантливой молодежи, создание условий для творческого обмена и взаимопогащения коллективов. Сегодня отмечается один из наиболее любимых и почитаемых праздников русского народа – это праздник Святой Троицы. Этот день нужно прожить по-христиански, сходить в храм, постараться быть добрым и внимательным своим родным и близким, провести свободное время вместе с ними. Символично, что именно в этот день мы проводим второй республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровок», который ограниченно соединяет в себе духовность и народные традиции. Посмотрите, какое прекрасное совпадение – этот замечательный фестиваль и Троицы. Я надеюсь, вчера все, что можно, вы посадили, как я рекомендовал, а сегодня давайте отдохнем. От имени депутата Народного Хурала поздравляю вас с этими замечательными праздниками, желаю вам, чтобы хорошее настроение было. Мы депутаты за то, чтобы таких праздников было больше у всех наших народов, объединяющих на национальную республику Бурятии. Удачи, хорошего настроения, и я всех заряжаю на высокий урожай. От лица управляющего Бурятской митрополии, русской полославной церкви, митрополита Савати, хочу выразить благодарность всем организаторам этого замечательного события, всем участникам и всем нам, благодаря которым этот праздник возможен. Здесь проходила основная концертная программа мероприятия. Залихватские мотивы народной музыки не оставили равнодушных. Зрители вставали с места и начинали танцевать, водить дружные хороводы и подпевать знакомые песни. Хорошее настроение, казалось, витало в воздухе и передавалось всем вокруг. Во второй раз вообще, в принципе, проводим фестиваль русской культуры, байкальский хоровод, и очень рады этому начинанию. Я лично очень рад, потому что идея воплощена в очень таком хорошем виде. Мы объединили несколько конкурсов. Если в прошлом году это были конкурсы русской песни и конкурсы Ванда Мария, то в этом году это «Раздайся карагод» и «Русский перепляс» основные, и «Играя гармон» и «Звенча стушка». Мы очень рады тому, что мы вышли на природу с этим фестивалем, потому что раньше эти конкурсы проходили на сценических площадках, и не было какого-то такого размаха, раздолья, настоящего такого веселого народного духа. А сегодня очень радует меня, когда такое большое количество людей приходит для того, чтобы насладиться традиционной русской культурой. У нас в Бурятии, к сожалению, не было такого с размахом мероприятия, посвященного русской культуре, и я очень рад тому, что сегодня оно есть. И когда видишь участников из почти всех, скажем так, из половины районов нашей республики, понимаешь, что это действительно по-настоящему востребовано. И очень приятно, что горожане сегодня видят в этом фестивале тоже настоящий такой дух, и наш слоган очень хорошо поддерживает «Сердечный русский выходной». Вдоль городского комплекса развернулась широкая ярмарка «Деревня мастеров». Рукодельницы и ремесленники выставили свои творения на всеобщее обозрение. Здесь можно было приобрести эксклюзивную одежду и аксессуары, теплые носки, шали, милые сувениры, обереги и многое другое. Также все желающие могли научиться кружевоплетению, вышивке, ткацкому мастерству и не только. Даже первые лица республики с охотой покупали продукцию, представленную здесь. В рамках байкальского хоровода прошел фестиваль-концерт духовных песнопений «Поет душа». В помещении Никольской церкви выступили представители из разных районов Бурятии и города Улан-Удэ. Кто-то исполнял стихи собственного сочинения, другие пели псалмы. Много гостей собралось и в этой локации. Трогательное исполнение духовных песен не оставило равнодушных и позволило представителям других конфессий познакомиться с православием и его обычаями. ПЕСНЯ 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 «Русская земля» Песня «Русская земля» В целом на территории музея располагалось множество интерактивных площадок, на которых проходили различные мастер-классы, традиционные русские забавы и хороводы. У посетителей музея была уникальная возможность не только посмотреть быт народов, населяющих Бурятию, но и приобщиться к разным аспектам культуры и узнать традиции предков. Также в самом центре расположился гостеприимный вкусный дворик, где можно было восстановить силы, подкрепившись аппетитной выпечкой и другими излюбленными лакомствами русской кухни. Какое же народное гуляние без гармонии, балалайки и веселых частушек? На сцене городского комплекса этнографического музея проходил конкурс «Игра и гармонь звени частушка». В задорной схватке сошлись коллективы и сольные исполнители разных возрастов. Ну-ка, глядите, девки, а я в новой киевке, вот такая киевка, зомненькая киевка. У меня на салопа не касало пепетки, я сама не касала, пока салоп не занятий. Помнит русская земля все, что с нами было, ведь пока гармония жива. То жива Россия, так в народе говорят. Мир без песен, кесель, ведь без них мои друзья он не интересен. Эх, гармошечка моя, кнопочки золотые, словно русская душа, словно вся Россия. Эх, гармошечка моя, кнопочки золотые, Словно русская душа, словно вся Россия. К сожалению, из-за непогоды часть запланированных мероприятий пришлось перенести в помещение. Участники байкальского хоровода сплотились в уютной атмосфере выставочного зала юрта. Я приехала с казаками Ходинского района. Видите, на мне казачий костюм сегодня. Я в восторге. Эти мероприятия вообще такие. Старые, исконные мероприятия, они настоящие. Они нужны, эти настоящие праздники, чтобы наши дети почувствовали вот эти русские традиции. Вот это самое главное. И они нужны, эти праздники нам. Несмотря на то, что погода преподнесла сюрприз в виде проливного дождя и порывистого ветра, мероприятия продолжились в исторических локациях музея. В интерьере дома с мезонином проходило сказочное чаепитие. Все желающие могли выпить чая в компании гостеприимных хозяев. Сегодня у меня роль как бы сестры, хозяюшки. Я пришла в гости и приглашала гостей, помогала им устраивать чаепитие. То есть мы организовали как бы купическое чаепитие в стиле начала 20 века. Вот как раньше купцы третьей гильдии принимали гостей, рассказывали о чаях, откуда чай пошел, поиграли в игры, так скажем, застольные игры. Сегодня у нас просто был эксклюзивный такой момент, когда у нас посетители могли действительно посидеть в интерьере как раз вот с начала 20 века и попить чай. То есть почувствовать себя частью этого дома. Сахар в чай размешивают прару рукой. Не да. Пошел все равно больше. Ну давайте, давайте, я смотрю. Так, еще кто? Еще кто? А вы какой поднимете? Я сумелевша, я вспоминаю, думаю. Ох, нет, народ размешивает ложечкой. Возьмите парадочкой. Я же говорю, вопрос с локом. Вы знаете, сегодня такое у нас настроение было, во-первых, с утра замечательное, и к вечеру, тем более, оно не так и низко упало, как с этим дождиком. Во-первых, у нас сегодня душа поет. Сегодня столько мы коллективов встретили, своих знакомых, своих старых знакомых, познакомились с новыми коллективами. И сегодня был просто праздник души, праздник такой для всех, для нас. Сегодня, можно сказать, что благодатный день, потому что дождь – это для всех, для нас радость. Потому что мы все сели к земле близко. Но бывает и жара, бывает ветер, но сегодня все равно хороший день. Пусть кто-то убежал, а мы вот все стоим в костюмах. Мы рады, счастливы, у нас прекрасное настроение. Если на Троицу дождь пойдет, год-то будет бравый, хороший, урожайный. Значит, с хлебом будем, с картошкой. Здесь продолжились народные гуляния, и прошла церемония награждения победителей фестивалей и конкурсов. Мы приступаем к самой торжественной части нашего фестиваля – к церемонии награждения. В номинации «Гармонисты» ансамбли отдельные исполнители вручается Евгению Сергеевичу Трофимову. Диплом второй степени и денежный приз вручается в номинации коллектива от 7 до 17 лет образцовому детскому фольклорному ансамблю «Родничок» в село Большой Кунолей, Тарбогатайский район. Руководитель Надежда Кушнарева. Сегодня все началось замечательно. Утром было солнце, ясное нас встречало на открытии. Утром прошла служба праздничная, троечная в церкви Старобрячевской, вот в Никольской территории музея. Затем у нас прошел круглый стол, на котором обсуждались очень наболевшие вопросы по сохранению традиций, по народному костюму, по народному пению, по народному инструменту, по народному танцу. У нас приглашены были замечательные педагоги, которые, конечно, тоже затронули эту тему, рассказали, как правильно шить костюм, как нужно, допустим, правильную подачу голоса подать. В общем, по таким направлениям. Ну и затем у нас прошло замечательное открытие фестиваля. Очень было здорово. И все шло хорошо, но вот немножко дождик подкачал нас. Но я думаю, что фестиваль получился, было очень много народу, зрителя. Все остались довольны. Ну а вот дождик, ну и ничего, мы завершаем вот такой фестиваль празднично, весело. Я думаю, что победители достойно получили свои наградные. Ну а мы будем думать, как проводить этот фестиваль дальше. Может быть, в каком-то формате, где-то какое-то укрытие. А может быть, и на природу будет благосклонна к нам, и больше не будет нас обливать дождем. КОНЕЦ 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 И пока достанутся, Ивану-балману не чёсу с тобой, Мы не чёсу с тобой, Мы не чёсу с тобой, Мы не пованим с тобой. Мы не ваним с тобой, Мы не имеет ничего лог yağ, Мы не отличие того, Sachen стих belle, Пусть беда сונים, Зато велиг любви и велиг Велиг Сиви. ПЕСНЯ ПЕСНЯ